Идеальное тело, как с обложки журнала. То есть чаще всего это перебор калорий. Миф или реальность? Наши люди занимаются своим здоровьем. Стоит ли откладывать в долгий ящик похудение к лету? Многие люди боятся зала. Как стать лучшей версией себя? Построили такой небольшой челлендж. Похудея за месяц. Без стрессов и срывов. Послушала и думала, как же им помочь? А почему бы и нет? Классные ребята, молодые. Сочный бургер или идеальное отражение? Будет помогать вот эти внутренние субличности гармонизировать, чтобы они договорились. С чего начать утро? Противопоказаний для коробики нет вообще никаких. И можно ли апгрейдить себя за два месяца? Разумеется, будет достигнут тот результат, которого человек хочет. Смотрите прямо сейчас. Идеальная фигура – это не мечта, а реальность. Только задумайтесь, до лета чуть больше двух месяцев. Если не нравится собственное тело, есть лишнее в талии, плечах, бедрах или на животе, самое время начать меняться к лучшему. Скинуть пару килограммов и начать пить воду. Правильное питание и физические нагрузки – это основа всего этого. Я хожу в спортзал, бегаю по утрам, привожу себя в форму. Бегаю на беговой дорожке, качаю мышцы пресса. Также с гантелями занимаюсь. Занимаюсь хоккеем. Вот у нас тут базируется команда «Динамо Шинник». Тренируюсь как по расписанию, так каждый день. Играем в Российской Федерации, ездим на игры. Здесь дома играем. Тренировки помогают держать в тонусе. Для того, чтобы подготовить свое тело, форму, надо начать питаться правильно. Это очень важно, кстати, то, что именно правильное питание, не такие диеты, которые будут губить твое здоровье. Это очень важно. Я вот занимаюсь дома. Утром, к примеру, планочки поставить можно. Вечером упражнения поделать. Правильное питание тоже соблюдаю. Надо быть целеустремленным человеком, чтобы добиться поставленных целей. Если ты будешь сдаваться, то у тебя ничего не получится. Нужно поставить цель и идти к ней. Хочешь быть худой, красивой, эффектной, нужно ставить цель и идти. У меня цель к лету – похудеть и быть эффектной, красивой. Зиму, естественно, вести здоровый образ жизни, балансированное питание. Ну и, в принципе, все для того, чтобы подготовить себя к летнему сезону. И заниматься спортом – это тоже очень-очень важно. Иметь тело с обложки, как правило, хочется быстро и без вреда для здоровья. Как и во всем, важен баланс, который не так просто выстроить и совместить с жизненным ритмом. Его можно соблюдать, совмещая три пункта – правильное питание, физическая нагрузка и душевное равновесие. Многие скажут, это невозможно. Докажем обратное. Люди набирают вес в зимний период именно от отсутствия движения. Ну, чаще всего. Кроме того, в зимний период холодно, хочется себя побаловать вкусняшками. Зимние вечера всегда сопровождаются просмотром фильма, а не прогулкой на улице, и какими-то вкусняшками. То есть чаще всего это перебор калорий. Главный враг здорового питания – это отсутствие регулярности. Даже не то, что человек позволяет себе всякие вкусности, а в том, что он начинает это изо дня в день делать. У него исчезает физическая нагрузка, у него исчезает правильное питание, и, по сути, он сбивается с режима. То есть это отсутствие планирования и, конечно же, море соблазнов. С балансированным питанием принято считать норму белка, жиров и углеводов в организме. Она рассчитывается индивидуально и должна восполняться ежедневно. Популярный способ похудения – низкокалорийные диеты. Только работают они не для всех. Если человек недополучает необходимых компонентов и калорий, тело начинает испытывать стресс и скапливать жир. Соответственно, любая вкусняшка, которая попадет в желудок, вскоре вернет килограммы вдвойне. Нужно кушать в первой половине дня, то есть полноценный завтрак, перекус между завтраком и обедом, если необходимо, и полноценный обед. А чаще всего обед – это кружечка кофе, какая-то вкусняшка, а к вечеру, естественно, уже кушается все, что есть. Для того, чтобы понять, из-за чего набирается вес, нужно, во-первых, протестировать человека, проанализировать все его исходные данные и на основе этого подобрать рацион. За зиму мы теряем много витаминов, минералов, кто их не восполняет. Соответственно, за зиму это все остро чувствуется в весенний период. Это тоже нужно учитывать. Получая физическую нагрузку, человек тратит энергию, а поступает она в основном из пищи. Выстраивается цепочка. От того, что получает организм, зависит его работоспособность на протяжении дня, в том числе и состояние тела. Вредные добавки уж точно не прибавят сил и скорее послужат причиной их утраты, а вес останется на месте или, напротив, продолжат расти. Большим спросом сейчас пользуется ассортимент товаров, которые для здорового образа жизни. Потому что наши люди занимаются своим здоровьем. Есть большой ассортимент протеиновых товаров, батончиков всяких с низким содержанием сахара. Товар безглютеновой продукции. То есть, если у кого-то аллергия. Конечно, есть разная ценовая категория, смотря как люди питаются. Естественно, может быть, колбаса, которая идет для вегетарианцев, может быть, чуть-чуть дороже, потому что там разные ингредиенты добавлены, чем можно выбрать простую мясную колбасу. Либо товар без сахара с заменителями, может быть, да, тоже где-то немножко в ценовой категории дороже. Ну, для себя можно выбрать, то есть и в магазине у нас есть разная ценовая категория. Питание – 80% конечного результата. Но без нагрузки на мышцы организм все равно будет слабым и уставшим. Не обязательно посещать спортзал. Это могут быть пешие прогулки и даже физический труд. Любая активность будет приводить человека в форму, улучшать его состояние как внешне, так и внутренне. В комплексе выйдет крепкое и здоровое тело. Многие люди, они боятся зала. Понимаешь, вот девушки, парни, у них какие-то комплексы. Я вот полная, я не пойду в зал. Очень часто приходят с таким запросом, а можно я сначала похудею, а потом приду, буду что-то делать. А зачем? Вы, вот прежде всего, не нужно стесняться, не нужно бояться. Нужно просто прийти и сделать какой-то первый шаг. Человек уже пришел первый раз в зал, купил абонемент, обратился к специалисту какому-то, ко мне, к доктору, какому-то хочет что-то изменить. Вот это и есть первый шаг. И вот с этого можно и нужно начинать. Просто понять, что тебе это нужно. Начинаем с зарядки элементарной по утра. Должны воспитать в себе привычки определенные. Привычку активничать, привычку правильно питаться, привычку пить во воду обязательно. Многие люди очень часто путают чувство жажды с чувством голода. Потом пьют там литр, хотя весят там за 100 килограмм. Казалось бы. И все это в результате, поэтому набирается этот лишний вес, плюс неправильный образ жизни, плюс там недостаток сна. Виктор Березкин – пример человека, который не испугался. Он понимает, многие приходят в фитнес-клуб в весе и каждый с целью стать лучше. В помощь – беговые дорожки, велотренажеры, штанги и грифы, скамьи и стойки. Сегодня был первый день именно в этом зале, так как наш директор спонсирует всю нашу, скажем так, тренировку. Она и сама ходит вместе с нами, тренируется и, скажем так, устроили такой небольшой челлендж «Похудей за месяц». Компания взяла на себя полное финансирование тренировок Виктора и его коллеги Азиза и вместе с ними готовит тело к лету. Посещает тренажерный зал, бассейн, приветствует любую активность. Если вес у мужчин уменьшится более чем на 15 килограммов в месяц, их даже ждут поощрения. Такой метод послужит большей мотивацией не сдаваться. Мы запустили такую программу, я не знаю, челлендж. Это пришло ко мне буквально вот так. Мы взяли персонального тренера Артура Луцкого, мы ходим регулярно в бассейн, мы собираемся ехать к эндокринологу, потому что у полных людей есть вопросы с щитовидкой. И ведем вот такую таблицу, на которой видно до результата еженедельное. Кстати, я к ним полностью присоединилась, дабы и контролировать их выполнение всех заданий, и поддержать их, поэтому они тягают, и я вместе с ними. Актуальным остается вопрос, как не сорваться. Можно сохранять дисциплину долгое время, но один вкусный шашлык на природе однажды повлечет за собой еще 2000 калорий вкусностей, и двигаться больше не захочется. Специалисты советуют не ставить сильных ограничений в еде и тренировках. С телом можно договориться и адаптировать на новые привычки. У нас есть сознание, есть бессознательный уровень. И на бессознательном уровне у нас есть некие наши ключевые части личности, которые в современной психологии называются внутренний ребенок, внутренний родитель и внутренний взрослый. И вот те барьеры, которые мы сталкиваемся в своей жизни, они вызваны тем, что вот эти вот субличности, они входят в некий внутренний конфликт между собой, и они не могут договориться, почему вот процесс похудения в ряде случаев очень полезно и экологично проводить и в сопровождении и нутрациолога, и психолога, который будет помогать вот эти внутренние субличности гармонизировать, чтобы они договорились, чтобы все были довольны. И человек будет доволен своим весом и своим результатом. Есть универсальные методы, которые подойдут всем. Например, тренировки в бассейне три раза в неделю подарят не только красивое тело, но и позволят ощутить весь комплекс от акваэробики. После занятий нормализуется аппетит, придет здоровый сон. Есть также интересный факт. Плавая кролем, со временем можно добиться красивой фигуры за счет уменьшения талии и увеличения плечевой группы мышц, а полчаса активного плавания брасом способны сжечь до 380 килокалорий. Польза от акваэробики, она очень обширна. Вплоть до того, что ты можешь похудеть, улучшить качество кожи, улучшить лимфодренаж, сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат, плюс улучшить свое психоэмоциональное состояние, так как вода помогает снять стресс. Противопоказаний для акваэробики нет вообще никаких, только простудное заболевание. Многие не умеют плавать, и это кажется проблемой. Но даже просто активно двигаясь в воде, можно потратить больше калорий, чем в спортзале. Вес человека под водой уменьшается примерно в 10 раз, поэтому акваспорт также подойдет упитанным людям и тем, кому запрещены занятия другими видами спорта из-за состояния здоровья. У нас тренировки очень разнообразны, с разным оборудованием, и то есть нельзя сказать, что у нас задействуют какой-то определенный там руки, пресс либо ноги, то есть она полностью для всего тела работает. Мы работаем с мячами, мы работаем с нудлсами, такие длинные палочки, мы работаем с гантелями, мы работаем с дисками, это такие кружочки. У нас есть бутсы, есть перчатки. Как известно, недостаток в суточном балансе калорий будет приводить к снижению веса. Кардио-тренинг – отличный вариант, будь то бег, езда на велосипеде, подъем по ступенькам или гребля. При такой нагрузке усиливается кровоток по всему телу, а с ним и доставка многих веществ к тканям и органам, в том числе кислорода, который так необходим при окислении жиров. Я веду кардио, силовые тренировки, но в том числе есть и мягкие направления, такие как пилатес, гимнастика для позвоночника. Это хорошо работает на новичках, то есть те, кто никогда не занимался ничем, то в новички приходят на мягкие направления. Кто уже более продвинутый пользователь, знает что-то из области фитнеса, тогда, конечно, добро пожаловать на наши кардио и силовые тренировки. У нас их тоже очень много видов, и каждый найдет то, что ему понравится. Особенно если человек работает вместе с тренером, то есть в тандеме, они работают в одной команде, принесет свои плоды и, разумеется, будет достигнут тот результат, которого человек хочет. Ежедневно давать нагрузку мышцам тоже не стоит. Отдых – важный пункт. Когда речь идет о похудении, отличным дополнением к физической нагрузке станет массаж. При такой процедуре подкожный жир разбивается на мелкие фрагменты и покидает организм через поры, кровеносную и лимфатическую систему. Жиры расщепляются в течение 40 минут после тренировки, и если после занятий спортом тело получит релаксацию мышц, процесс липолиза ускорится. Мы делаем массажи антицеллюлитный, классический, лимфодренаж, миофасциальный, тибетский и еще много-много всяких различных видов массажа. Я думаю, самое актуальное сейчас – это антицеллюлитные и лимфодренажные виды массажа. Антицеллюлитный массаж – довольно болезненный массаж, как знают уже многие девочки, он направлен на то, чтобы убрать апельсиновую корку, три вида апельсиновой корки на самом деле. Массаж не случайно называют ленивым фитнесом. С его помощью можно значительно уменьшить жировые отложения, привести мышцы в тонус и убрать целлюлит. Конечно, только этого недостаточно. Процедура – лишь дополнительный инструмент, который ускорит процесс моделирования тела и подтянет кожу. Молодые люди больше ходят на спа-программы, на двойные – чисто отдых, релакс, скрабирование, видообертывание несколько есть. Есть клиенты, которые хотят сбросить вес, очень стараются, но опять же есть те, которым делаешь много, но они как-то к рекомендациям не прислушиваются и не получают результат. А те, которые прислушиваются, кушают поменьше сахара, соль, ведут активный образ жизни, они, конечно, с результатом через полмесяца, через месяц уже с начальным они есть. Сжечь калории можно не только спортом. Стресс – важный барьер, который может стать причиной набора веса. Для поиска душевного равновесия рекомендуют йогу. С недавних пор она стала неотъемлемой частью основных направлений в расписании тренировок фитнес-клубов. В списке ее преимуществ – эффект похудения. Только как его добиться? Практика йоги – это глубокая техника, не только физически, но и эмоционально, поэтому, соответственно, мы можем влиять на тело через эмоции и на эмоции через тело. И, соответственно, поэтому практика йоги на нас работает и на физическом уровне, работают все группы мышц, и на эмоциональном мы, соответственно, расслабляемся, позволяя тело отпускать многие блоки, зажимы, и мы становимся более здоровыми, сильными, выносливыми и счастливыми. Переживания, повышенная тревожность и нервные срывы нередко и есть причина переедания, которая ведет к набору избыточного веса. Йога в этом отношении работает как антистресс. Помогает найти внутренний баланс и гармонию с собой. Практика способствует эластичности мышц и подвижности суставов. А благодаря энергозатратным силовым элементам, которые включаются в сеанс, вес сбрасывается быстрее. Теперь существуют направления, они всегда существовали, но сейчас стали более такими активно продвигаемыми. Это уже силовая практика йоги, где за практику можно потратить на те же 500 килокалорий, которые на силовой тренировке можно потратить. Многие знают, что голод больше носит сейчас эмоциональный характер. Практика йоги как раз в первую очередь снимает наше напряжение эмоциональное, что позволяет нам не заедать какой-то конфетой или чем-то вкусненьким нашу какую-то проблему. Ну, молодежь очень любит гамаки, честно. Это такой момент, есть чувство полета, есть чувство легкости. Высокий темп и активные движения также можно извлечь из танцев, причем неважно в группе или самостоятельно. Найти подходящую программу онлайн-тренировок и даже заниматься дома – тоже решение. Благодаря танцу живота мышцы укрепятся, жировое отложение уменьшится, тело станет гибким и стройным. Главное – регулярность. Эффект будет заметен прежде всего в проблемных зонах, а результат останется надолго. Я бы сказала сразу же, что восточный танец способен творить чудеса. Девушки молодые, конечно же, если брать молодое поколение, то они напитываются в этом танце, пропитываются женской энергией. За счет активного кровоснабжения, в результате движений, которые мы делаем танцуя, восточные танцы, обильно напитываются питанием кровью, обильно напитываются кислородом все органы и ткани. В первую очередь, я бы сказала, помогают раскрыться в любом возрасте. В большей степени восточные танцы корректируют форму фигуры, придают вот эти вот манящие изгибы, которые так очень нравятся и нам, девочкам, и всем мужчинам, конечно, тоже. Но, наверное, во время любой нагрузки, если человек получает удовольствие в принципе от того, что он занимается собой, а мы не будем таять греха, в первую очередь люди получают удовольствие от этого, ну и плюс, опять же, меняется качественный состав крови, изменяется гормональный фон, формула преобразуется, вырабатывается в первую очередь огромное количество гормонов радости, счастья и удовольствия. Может быть, и они трансформируют и преображают сознание и восприятие. Во всем должен быть здравый смысл. Не стоит слишком стремиться к быстрому результату, который может привести к негативным последствиям для организма. Рекомендуется терять не более 0,5-1 кг в неделю. Важно помнить, каждый человек индивидуален, и процесс похудения может происходить по-разному. Основной целью должно быть не только достижение желаемого веса, но и сохранение его на долгосрочной перспективе. Спортом надо заниматься, я считаю. Я занимаюсь спортом, бассейн хожу, тренажерный зал хожу. Всегда готовимся. Лично я стараюсь правильно питаться. Хожу в спортзал три раза в неделю. Ну и в целом, почаще на свежем воздухе бываю с ребенком, с детьми. На речку ходим, дышим, в лес можем выехать. Вот так вот и готовимся. Я считаю, для того, чтобы хорошо подготовиться к пляжному сезону, можно ходить в тренажерный зал, либо сесть на какую-либо диету, в связи с чем хорошо начать выглядеть к пляжному сезону. На каникулах я планирую со своими друзьями ходить в тренажерный зал. Будем качаться там. Здоровье – главный ресурс для долгой и счастливой жизни. Его нельзя как механизм по щелчку запустить заново. Но можно включить в работу тело, заменить вредные привычки полезными, после стресса чаще гулять пешком и насыщать организм витаминами. Тогда к пляжному сезону тело точно скажет спасибо, как и вы себе, за результат и терпение. Субтитры создавал DimaTorzok